Вадим Немков является одним из сильнейших российских бойцов, ныне выступающих на мировой арене смешанных единоборств. Он не знает поражений уже более пяти лет и держит пояс неоспрямого чемпиона Беллотер в полутяжелом весе. Почти все фанаты ждут его прихода в UFC и уверены, что Вадим легко может забрать звание лучшего полутяжа планеты. А сегодня мы с вами отправимся к началу славного пути младшего из братьев Немковых. В 2015 году он принял участие в ежегодном традиционном турнире S70. Тогда Вадиму было всего 23 года, но он уже был чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. А также провел 4 победных боя в профессиональных смешанных единоборствах. При этом соперника ему подобрали весьма непростого. Им стал опытный бразильский боец Хааким Феррейра по прозвищу Мамонт, за плечами которого было 19 побед в 28 боях. Успешный опыт участия в турнирах М1 Челлендж, и он мог похвастаться победами над такими бойцами, как Джуниор Дос Сантос и Максим Гришин. Друзья, мы очень рады, что наши видео пользуются у вас большой популярностью и дарят вам немало эмоций. Но мы заметили, что большая доля зрителей смотрит нас без подписки. А это значит, что не всегда вам наши новинки будут выпадать в предложенных, и вы пропускаете немало интересного. А ведь мы подготовили для вас множество зрелищных боев и брутальных нокаутов, как из истории Матглобал, так и других организаций. И стараемся радовать вас новыми видео несколько раз в неделю. Поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного шедевра из мира смешанных единоборств. Субтитры создавал DimaTorzok Смена из Бразилии Хоаким Феррейра по прозвищу «Мамонт» единственный боец на планете, кроме Кейна Веласкеса, которому удалось расправиться с самим джуниором Дос Сантоса. Дрались они два раза. И, как вы поняли, наверное, уже раньше выступал Хоаким Феррейра в тяжелой весовой категории, потом перешел в полутяжелую. В первом бою Дос Сантос победил техническим нокаутом, а во втором рычагом локтя победу одержал Феррейра. Было это 8 лет назад, в 2007 году. Ну а в 2009-м на турнире М1 в Бразилии Феррейра задушил Максима Гришина, тоже нашего известнейшего бойца. Из таких суперизвестных бойцов еще проигрывал он Гловеру Тешейре, который сейчас ходит в топ полутяжелого дивизиона UFC. Трехкратный чемпион России по боевому самбо 2013, 2014 и 2015 годов. И это означает, что будет Вадим Немков представлять нашу страну на чемпионате мира по боевому самбо в Марокко, который состоится в ноябре. И сборной командой России в лице Фатима Немкова. Финальный инструктаж от рефери нашего турнира Валентина Тарасова. Пожарили руки. Слушаю внимательно, команда соблюдаем. Желаю обоим удачи по углам. Феррейра выглядит очень внушительно. Видно, что гоняет этот боец очень серьезно до 93 килограммов. Сухой. Частенько мы видим, что в полутяжелом весе выходят бойцы, которые видно, что совершенно никаких проблем у них. Не то, что со сгонкой нет, а... В общем, не приходится им влезать в эту весовую категорию. А Хуаким Феррейра прямо... Видно, что высушился. Итак, Вадим Немков, Хуаким Феррейра. Полутяжелый вес. Главный поединок турнира платформы С-70. Хорошо начинает Немков. Разнообразная работа ногами. О, вот это правый прямой! Это нокаут, надо останавливать! Вот так. Хвалил я, хвалил бразильца. Рассказывал вам о том, как он, в общем, разделался с Дос Сантосом в свое время. А тут просто снял его, срубил буквально. И я не вижу никаких поводов для недовольства Хуакима Феррейра. И если бы он видел этот удар со стороны, это было просто нечто страшное. Так падают, но это просто еще ноги так... Не то, что... Видно было, что в состоянии Гроги глубочайшие, вытянутые руки вперед. Это точно нокаут совершенно. Получил джеб. И через руку. Правый кросс просто мощнейший. Многообещающе выглядел этот поединок. В итоге ничего не смог показать Хуаким Феррейра. И мы можем только радоваться за Вадима Немкова. Вот так, без шансов, без компромиссов. На первых же секундах 22 секунды понадобилось Вадиму Немкову, чтобы просто вынести, вырубить этого могучего бразильца. Вадим Немков! Вадим Немкова в зрелищном стиле разобрался с Хуакимом Феррейрой. Возможно, кстати, сейчас Феррейра говорит что-то о реванше, потому что действительно... Я думаю, что был он настроен на то, чтобы показать сегодня более конкурентный поединок. Небольшую паузу, тем более мы можем себе в данном случае ее позволить, потому что на сцену вновь выйдет российский автор и исполнитель Друг Лиги С-70.